Для избирателей, которые из-за болезни или по другим уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, организовано выездное голосование. Таким правом воспользовались граждане, которые сообщили о своем желании проголосовать. Иногда избиратели не могут дойти до участка для голосования. Как правило, это пожилые и тяжело больные люди. Для такой категории граждан предусмотрена особенная процедура. Человек звонит на участок и делает заявку. Члены избирательной комиссии помогают такому избирателю выполнить свой гражданский долг. Со вчерашнего дня и сегодня принимались дежурным членам избирательной комиссии. Прием был организован, заявок для того, чтобы выехать на дом. Поступило 8 заявочек. Комиссия выезжала. Люди с большим вниманием отнеслись к этим выборам. Встретили, сказали большое спасибо, что приехали. Мы их поздравили, что тоже выборы проходят. Люди проголосовали. Никаких нарушений не было. Процедура голосования на дому ничем не отличается от голосования на избирательном участке. Разве что внимания к избирателю оказывается гораздо больше. Волонтеры предлагают средства защиты и заносят портативную урну прямо в жилище к избирателям. Семья супругов-инвалидов встречает гостей с радостью. После ужасной аварии в 1985 году Михаил остался без ноги. Его жена Надежда потеряла зрение. Я хотела бы, чтобы желания населения исполнялись. У нас и так все нормально. Уделяется большое внимание инвалидам. Мы не можем жаловаться. Все чаяния, все просьбы, что мы просили, чтобы помогли нам, исполняются. Поэтому я думаю, что новый состав нас не подведет. Выборы в республике завершаются. Бюллетени, собранные в ходе выездного голосования, будут учтены при общем подсчете голосов. Жанна Настас, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.